Понимают, что консалтинг это, ну особенно топ-3, это некая ловушка. Во многих консалтинговых компаниях вот таких экспатов, в которых они верят, их отправляют жить в деревню. Знакомьтесь, это Анастасия Юхтмахер, в прошлом HRBCG, а сейчас основатель карьерной платформы для консультантов Up&Out. Настя и ее команда помогли десяткам выходцев из стройки и не только продолжить свои карьеры. О карьерах после консалтинга сегодня и пойдет речь. Я Виктор Рагуленко, и это шоу Консалтинг Плюс Плюс на канале Флес. Не забудьте подписаться на наш канал, а также на наш новый Инстаграм. Там сможете заранее узнавать о наших предстоящих интервью, задавать вопросы гостям и увидеть бэкстейдж во всей своей красе. Ну а мы продолжаем. План этого эпизода. Первое. Почему уходят из консалтинга? Второе. За какие навыки ценят выходцы из консалтинга? Третье. Где лучшие exit opportunities? В тройке или четверке? Четвертое. Зарплаты выходцев из большой тройки. Пятое. Что дает MBA? Шестое. Как найти работу после консалтинга? И, наконец, седьмое. Куда уходят из консалтинга? Как всегда, тайм-теги вам в помощь для экономии времени. Начнем с причин ухода. Их как минимум пять. По них и поговорим. Расскажи, зачем вообще уходят из консалтинга? Казалось бы, идеальная работа, платят много, карьерный рост, все дела. Слушай, на самом деле все очень просто. У соседа всегда трава зеленее. То есть, мне кажется, это главный аргумент, почему люди хотят посмотреть что-то вовне. И тебе кажется, что рынок просто разорвет тебя. Ну, то есть, если вдруг ты когда-нибудь задумаешься искать работу или что-то не сложится, тебя просто разорвут разными офферами, компании, я не знаю, олигархические структуры. Все будут за тебя просто бороться. Но это, опять же, это некая иллюзия. Это первое. То есть, ты живешь в иллюзии, что тебя будут все хотеть. То есть, такая уверенность в себе. Уверенность в себе. Я классный, да. И тебе интересно посмотреть, что тебе в итоге готовы будут предложить. Это первое. Первая иллюзия. А второе. Люди очень сильно устают от консалтинга. Прежде всего, наверное, психологически из-за системы up-around. То есть, когда ты постоянно работаешь на тайминг, проходит определенное время, да, ты вырос. Если вдруг ты не вырос, то ты там иногда на ботч-листе. Это неприятно, ну, со всех сторон психологически, да. И поэтому ты очень начинаешь стрессовать. Вот. Особенно, если ты, ну, такой очень ранимый человек, да, ты обижаешься на какие-то фидбэки. Вот. Это вводит в тебя стресс, и тебе в какой-то момент становится очень некомфортно. Вот. Третье – это, конечно, командировки. То есть, если ты в консалтинге попадаешь в какой-то heavy industries, то есть, это нефтянка, metals and mining, IG, ты начинаешь очень много тревелить. Ну, тебя пилит, скорее всего, семья. Потому что жене... Если она у тебя есть. Да, жене довольно тяжело, когда мужчина в Казахстане, да, ты там с двумя детьми, со своей работой и так далее, пусть даже у тебя есть няня, но у тебя просто нет любимого человека рядом. Вот. Я это тоже пережила, да. Это правда очень тяжело. Вот. А если у тебя нет семьи, то у тебя все равно есть друзья, есть приятное там времяпрепровождение просто в ресторанах в Москве, да, когда ты уезжаешь в какую-нибудь глушь, да, этого нет, и ты рано или поздно, особенно если там ты попал в какую-нибудь, я не знаю, команду, где есть люди, с которыми тебе не очень комфортно работать вместе, да, то тогда ты еще быстрее хочешь оттуда сбежать. И поэтому вот командировки, они очень сильно выжимают. А, соответственно, тоже, да, это очень важный фактор, почему ты хочешь поменять консалтинг. Вот. Плюс, конечно же, если мы говорим про BCG McKinsey-Bain, да, у людей есть ощущение, что, ну, в силу того, что они дженералисты и переходят из одной практики в другую, из одной функции словно в другую, да, то они просто размыливают свой фокус, да, и им стратегически кажется, что это, ну, неправильно, да, потому что, ну, серия там, ты работал в ритейл, потом в нефтянке, а немножко в банках, да, и вот ты вышел такой на рынок, да, тебе по факту нечего смотреть. И поэтому очень многие стремятся к какой-то вот функциональной стабильности, функциональной индустриальной стабильности, да, я эксперт этой индустрии и функции, я хочу там развиваться уже вертикально. Вот. Это еще причина. И плюс, очень важная причина, они не делают руками какие-то вещи. То есть они придумывали стратегию, нарисовали там, они это называют снежинкой, да, то есть некие слайды, которые они презентуют клиенту, а дальше что происходит непонятно, да, и поэтому у них есть некое ощущение того, что они что-то не доделывают, и что они там kings of bullshit, да, но как бы, блин, дальше это никуда не уходит. Но это, кстати, сейчас исправляться начинает, насколько я понимаю, в связи со всякой имплементейшн, диджитал-трансформациями и прочее. Да. Там консультанты достаточно глубоко погружаются и делают что-то ручками. Ну, если даже не ручками сами, то хотя бы руководят теми, кто делает это ручками. Ну, в принципе, да, но при этом, например, тот же имплементейшн в основном в heavy industries, и тогда тебе придется очень много тревелить, да. Диджитал, а здесь надо смотреть на компанию, да. У кого-то реально очень крутой диджитал, у кого-то не очень, да. Потом лучше, когда диджиталом все-таки на стыке прям с IT, да. А порой, например, консультанты, они, я не знаю, ну, больше именно про такой king of bullshit digital. Ну, мне кажется, что все консультанты, ну, окей, практически все консультанты хотят быть king of digital, king of IT. Прям уж king of bullshit никто не хочет быть, и все понимают вот этот вот страх остаться king of bullshit и пытаются развиваться. Да, ну, это, собственно, одна из причин, да, по которой... И плюс еще в эту цифровую штуку не всех берут. То есть здесь у тебя должен быть фит определенный, да, ты должен быть очень прогрессивным. В консалтинге не так много прогрессивных ребят. Ну, то есть, например, даже супер карьерный трек, там, я не знаю, у МФТИшников, да, они в большинстве своем, они такие гики, да, но при этом в диджитал уже надо обладать такими софт-штуками и быть вообще, ну, в принципе, открытыми миру и продвинутыми. Поэтому в основном МФТИшники, они идут все в heavy industries. Интересно. Я-то как раз думал, что МФТИшникам легче пойти в диджитал, потому что там очень сложно обладать техническими знаниями и все это уметь ручками делать, а софт-скиллз более-менее консультанты все набирают. Слушай, ну, мне кажется, что не совсем так, потому что все-таки, ну, здесь такой диджитал, ну, больше про какие-то прогрессивные новые индустрии, новые стартапы, да, а в основном, ну, мне кажется, что гики, они, ну, вот именно консалтинговые, да, они именно очень хорошо, ну, они такие дуэры и лучше перформят в heavy industries все-таки. Если консультанты Кингзов без достаточного фокуса, за что же тогда их ценят? Каким набором навыков и качеств нужно обладать на выходе из консалтинга, чтобы оценили по достоинству? Настя, расскажи, пожалуйста, про идеального кандидата на выходе из консалтинга. Какими навыками нужно обладать, запастись, пока ты в консалтинге, чтобы потом лучший оффер получить? Слушай, мне кажется, в консалтинге очень важно не переработать. Вот, то есть идеально поработать там года два-три после, например, универа, да, чтобы просто тебя научили правильно мыслить, все структурировать, да, потом, безусловно, soft skills, да, ты подтягиваешь, особенно если ты приходишь… Структурирование, soft skills. Да, из технического вуза, например, приходят очень талантливые ребята, но soft skills – это прям супер большая проблема. После того, как их отправляют там, будучи стажерами, клиенты, да, так или иначе тебе надо быть нормальным. И поэтому… Ображает. Да, soft skills – это очень важно. Плюс вот сейчас, да, проработав много лет в рекрутинге, и наблюдая за карьерными треками, могу сказать, что очень важно выбрать правильную индустрию, в которую ты попадаешь. Во-первых, если ты не фанат командировок, да, то тебе лучше выбирать что-то, что находится в Москве, ну, например… Банки. Банки, да, financial services, банки, страховые… Ритейл, наверное. Ритейл, абсолютно. Ну, IT, да, телекомы, они тоже преимущественно в Москве находятся. Ну, IT их поменьше просто, проекты. Ну, сейчас с каждым годом все больше и больше становится, вот. Но условно эти индустрии, они находятся хотя бы в Москве, да. Окей, да. Плюс продукты, тоже очень важно, да, в этих компаниях, которые мы с тобой перечислили сейчас, да, они довольно простые. Если мы говорим, например, эти компании, эти индустрии versus heavy industries, да, у тебя изначально как-то меньше шансов в дальнейшем при выходе из консалтинговых компаний, да, быть успешным, потому что, ну, фактически ты именно таких глубоких индустриальных знаний ты не получишь. Да. Вот. Ой, белка. Уже прикольно. Может быть, она к нам еще заскочит. Окей, навыки структурирования, soft skills и верхнеуровневое понимание разных индустрий. Более глубокое развивается уже на следующей работе. По своему опыту собеседования добавлю, что важен еще международный опыт и отношения с менеджерами, партнерами и клиентами. Именно они помогают искать следующее место работы. Тогда как последние два навыка придется нарабатывать в консалтинге, первые три можно прокачать до хорошего уровня до консалтинга или без консалтинга. Тут вам в помощь наш курс Business Judgment, на котором вам придется изучить 8 разных индустрий, проанализировать бизнес-проблемы в них и представить свои решения экспертам. Там, кстати, есть бесплатная пробная версия. Интересно, что Настя пока ни разу не говорила об отличии навыков после тройки и после четверки, либо второго эшелона. Есть ли они вообще, эти отличия? Сейчас спрошу. Вот. Настя, тройка против четверки и против секонд-тир. Есть ли различия по навыкам для выхода из консалтинга? Ты знаешь, мне кажется, что нет. Судя по историям успеха наших кандидатов, есть на самом деле ключевая проблема – это ожидание. То есть реально ожидание versus реальность. В топ-3 это действительно большая проблема психологически понять, что рынок не готов платить такие деньги. То есть по факту есть, конечно, единицы компаний, которые готовы платить, но в большинстве случаев нет. Если ты это понимаешь и ты готов понижаться, то тогда, в принципе, все должно быть окно. Но работодатели готовы платить больше выпускнику тройки, чем выпускнику второго эшелона? Нет, абсолютно. Им без разницы. Но, безусловно, на рынке есть какие-то компании и люди, у которых есть вот этот wrong perception. Ну, в силу того, что ценники этих компаний различаются, да. Хотя по факту в Big Four консалтинговых компаниях там есть такие же талантливые ребята, которые просто хотят меньше. Но это скорее исключение, чем правило, когда люди смотрят на бренд и говорят «хочу только из тройки, из четверки не возьму». Насколько это часто бывает? Ты знаешь, это бывает, но, как показывает практика, люди смотрят людей из тройки, понимают, что есть, во-первых, несовпадение зарплатных ожиданий, во-вторых, персонально, например, считают, что ребята слишком пафосные, да. И тогда начинают смотреть людей попроще, да, ну, по их категории, да, четверку. И при этом прекрасно, ну, то есть там действительно берут людей и вообще не парятся. Хотя, безусловно, топ-3 консалтинговой компании тратят гораздо больше бюджетов на обучение своих сотрудников, да. Но здесь скорее надо смотреть просто индивидуально, да, что делал этот человек в компании, в каких проектах он участвовал, как он себя показывал, и все такое. Принято. Встречать по одежке провожают по уму. При скрининге у выходцев из стройки иногда бывает преимущество перед менее звездными коллегами, однако на интервью уже все равны. И менеджеры с большим удовольствием отказывают в позиции человека из MBB, который не тянет по навыкам. И потом об этом радостно рассказывают своим коллегам. Вывод для ребят не из стройки. Всеми силами добиться интервью, даже если на позицию требуется выходить из BCG или McKinsey, а дальше показать, на что вы способны. Окей, а сколько рынок готов платить за выходца из стройки? Может быть, есть вилка какая-то? Смотри, если... Ну, все, конечно, очень индивидуально, да. Ну, понятно. Если мы говорим про маленьких ребят, ну, то есть уровень там джуниор-миттл, да... До MBA, скажем так, допустим. Ну да, до MBA. То, в принципе, можно найти себе прекрасное предложение за, там, я не знаю, условно 200 тысяч рублей. Например, какие-то очень крутые бренды, те же айтишные, да, они говорят, ну, мне плевать, что у тебя 120-140 тысяч евро зарплата. 350 тысяч рублей в месяц. Дальше может быть какие-то акционы. Это для пост-MBA. Да, для менеджеров, для engagement менеджеров, для PL. Они говорят, 350 тысяч в месяц. Но у нас индустриарная... Раза в два скину. В два, больше. Реально. И дальше вот тебе говорят, ну, слушай, у тебя командировок не будет, ты будешь делать real stuff своими руками. Тебе интересно? Дальше они ходят на интервью, они получают офферы, они выходят туда. Для pre-MBA, ребят, помоложе, адекватная зарплата, на что можно рассчитывать, 1200. Понятно, что плюс-минус, как договоришься, уникальные кейсы есть, но, в принципе, 200 тысяч разумно. Для пост-MBA, скорее, что-то типа 350, ну, может быть, 400. Ну, 350 тире, да, тире, ну, вот, наверное, максимум, если мы говорим про фикс, ну, максимум 600. Потому что все остальное – это уже уровень, ну, вице-президентов, да, и если у тебя просто консалтинговый опыт без какой-либо индустрии… И без кучи связей в этой индустрии. Да. Ну, как бы, sorry. Ну, unless, бывают случаи, когда ты очень в хороших отношениях с твоим клиентом, да, и тебе дают просто золотой оффер. Еще о зарплатах. Наши выпускники периодически стоят перед выбором – пойти в консалтинг или технологическую компанию. Последние зарплаты 300-350 тысяч в месяц с опционами нередко побеждают чуть больше консалтингового оффера. Про MBA расскажи, пожалуйста. Вот когда ты выходишь из тройки или из четверки, есть ли какое-то преимущество у тех, кто имеет MBA, против тех, кто не имеет? Ты знаешь, мне кажется, что нет. Мне кажется, что вообще образование имеет какой-то смысл, да, и, ну, имеет какое-то значение, да, когда мы говорим про университет, который ты получаешь после школы. Вот. Что касается MBA, ну, вот то, что я, по крайней мере, видела, да, обычно люди с MBA, ну, именно хайринги после MBA, да, они менее successful, нежели просто, ну, обычный парень из МПТИ, который проработал в консалтинговой компании, там, пять лет, вот. Обычно он гораздо более успешный, чем там золотые пиндеры. Чем три года в консалтинге плюс два года в каком-нибудь, там, крутом MBA типа Гарвард. Нет, смотри, если вообще с сырым просто MBA, да, то люди менее successful. Если мы говорим про типа консалтинг плюс MBA, да, в принципе, это неплохая история, но, честно говоря, люди сейчас едут получать MBA не для того, чтобы увеличить свою стоимость на рынке. Они, во-первых, получают его, когда у них просто начинается такой кризис жанра. Ну, то есть, когда, ну, обычно им уже всем там либо 30, либо ближе к 30, да, у них начинается такой кризис жанра, что из серии работа надоело. Да, работа надоело. К 200 к 40 лет. Да, хочется чего-то нового, прикольного. Ну, либо переходить в другую компанию, а вроде здесь хорошо, получу-ка я MBA. Вот, или же какие-то проблемы на личном фронте. Ну, то есть, например, MBA – это прекрасная возможность там выйти замуж, жениться, как угодно. Вот, и плюс обрасти большим нетворком. Международные контакты, друзья, потом все там тревелят на разные свадьбы в разных там точках планеты, да. Это реально очень круто. Вот, поэтому народ получает MBA. По факту компании, ну, не готовы платить точно больше. В консалтинге было некое отличие кандидатов, у которых там было MBA, да, они готовы им чуть больше предложить денег, вот. Ну, это просто исторически так сложилось. Мне кажется, сейчас уже в топ-3 консалтинговых компаниях уже тоже эта история, она поменялась и уже всем одинаково. Да, проще сразу промотить человека до пост-MBA позиции, и пусть он там пашет и выдает результат, чем отправлять его на MBA, ждать, когда он вернется, а потом еще он возвращается такой расслабленный весь у себя, занетворканный и работает не так эффективно, как до. Да, да. Потому что за два года, разумеется, очень многое меняется в человеке, вот, и, возможно, он приедет абсолютно другим. MBA – отличная возможность пожить за границей, а еще иногда помогает там остаться и перебраться в новую индустрию, например, инвестбанкинг, но по навыкам MBA проигрывает годы работы в консалтинге и мало что дает тем, кто уже в консалтинге работал. Что нужно сделать? На самом деле, консультантам очень сложно найти работу. Вот. Прежде всего, потому что нет механизма. И самый главный источник – это твой наутворк. И, честно говоря, это очень-очень тяжело психологически, потому что, ну, ты же из консалтинга, ты крутой парень, ты, а если ты интроверт, это вообще просто ад. Потому что… Ну, если ты интроверт и попал в консалтинг, ты ад уже испытал. Ну, ты уже его так или иначе испытал, но при этом, представляешь, вот, что значит… Это второй круг тебе достался. Да. Консалтинг закончился, теперь еще на жаровне поиск работы. Да. Потому что, чтобы найти работу среди твоего нетворка, тебе надо активно встречаться, пить кофе. Возьмите мне работу, пожалуйста. Просить, да, спрашивать, реально проактивно интересоваться. Всегда психологически очень тяжело, да, потому что, ну, до этого ты там общался с топовыми людьми на рынке, да, как такой супер-эдвайзер, бла-бла-бла. Вот. А сейчас тебе надо просто открывать список аламни, твоей компании, с кем ты так или иначе пересекался, кто хотя бы слышали твое имя, смотреть, в каких компаниях они находятся, на каких должностях, потенциально интересно, неинтересно. И дальше им всем написать на фейсбук со словами, что-то мы давно не виделись. Попьем кофе? Вот. И, ну, по факту, это единственный, самый нормальный, релевантный источник поиска работы. Если мы говорим особенно про синер, ребят. Да? Ну, даже синер, окей. Даже пост-МБА, на самом деле. Да, абсолютно. Вот так уже будешь играть. Ты не будешь искать на хит-хампере работу, конечно. Ты будешь только так ее искать. Не будешь, да. И, ну, самый главный источник поиска работы, ну, во-первых, это up-and-out уже. Но об этом мы по-моему уже поговорим. Вот. Это соцсети. То есть ты, помимо аламни какой-то сетки, ты все-таки должен сделать мэп тех компаний, которым потенциально ты можешь пригодиться. Если, например, это стартапы, то некий списочек этих стартапов, да, которые ты знаешь, что там, ну, более-менее стабильны, да, которые интересны, то, чем они занимаются, тебе интересно. Ты составляешь вот этот мэп. Дальше ты ищешь основных decision-мейкеров и вообще там, я не знаю, фаундеров, ко-фаундеров и так далее, да, либо лидеров каких-то индустрий, если ты помладше. Дальше ты напрямую им пишешь. Просто со словами, что, слушай, мне интересно, давай встретимся, давай пообщаемся. Я вот, кстати, ищу работу. Ну, не флоп, наверное, да, но вот какими-то такими путями, да. И дальше смотришь на то, сколько людей на это отреагирует, как. Дальше ты начинаешь проактивно встречаться и именно не общаться по телефону, а лучше встречаться, потому что все-таки очень многое зависит от персонального фита, и ты можешь понравиться человеку только вот на личной встрече. По телефону очень сложно, правда. Вот, по телефону, скайп, это такие темы, когда ты знаешь людей или когда у тебя безвыходная ситуация, да, но по факту это личная встреча. И плюс сейчас время все-таки такого личного бренда, да, поэтому... Заведите Инстаграм. Нет, ну, во-первых, реально надо следить за контентом в твоих соцсетях. Не в твоих контентах, но просто вообще в принципе в соцсетях. Воник тоже можно. Вот. Подписывайтесь. Плюс ориентироваться на вот личные бренды, руководители, которым ты хочешь идти. Ну, то есть сейчас реально все идут не просто на функцию, которая интересна, а все идут под конкретным человеком. Да, и не на бренд компании. Не на бренд. Вообще сейчас бренд абсолютно, это уже, знаешь, как плохой тон. Значит, не очень разобрался, не сделал ресерч. Да. Людей, с которыми ты будешь работать, думаешь, я просто бренд возьму. Вот McKinsey мне нравится слово, пойду-ка просто McKinsey. Не смотрел, кто там работает, с кем ты будешь работать, а просто за красивым словом. Да. А постепенно вот уже сейчас зарождается такая история, что в рамках крупной компании образуются какие-то стартапы. Это очень прикольно. Ну, то есть если, опять же, тебе бренд компании приятен, да, потому что это возможность, ну, это практически гарантированная какая-то стабильность финансовая, да. И плюс также ты понимаешь, что, ну, здесь сразу есть там изначальные инвестиции, да, и обычно под фаундеров очень, ну, в общем, выбирают людей очень селективно, и поэтому это сразу означает, что это нормальные ребята. Вот. Поэтому, ну, это то, что сейчас будет развиваться, сейчас реально, вот, все запустили диджитал историю, и сейчас все крупные индустриальные компании уже, в принципе, они запустили вот историю внутренних стартапов на базе вот этой компании. И вот это прикольно, можно попробовать, посмотрим. Ищи через связи и ищи босса, а не компанию. Полностью согласен. Это как раз следующий вопрос, именно куда можно уходить? Да, куда можно уходить? Ну, мне кажется, есть, ну, очевидно, таких три плюс-минус направления, да. Первое направление – это индустриальные компании, но вот, на мой взгляд, это… А давай сразу, какие три? Индустриальные? А, это индустриальные компании, это стартапы, вот. И плюс также это, ну, мы, наверное, не будем подразделять отдельно всякие олигархические структуры, да, потому что их единицы, да, инвестфонды их тоже, их вот сейчас на рынке единицы, то есть через меня проходят просто какие-то, ну, два-три там предложения потенциально. Тяжело вспомнить, когда их было много в России. Ну, да, поэтому я бы их вообще отдельно не рассматривала. И плюс это консалтинг на консалтинг. Консалтинг? На консалтинг, да. Ну, то есть, условно, там, ты обижен немножко на свою компанию, ты считаешь, что тебя там не запромотили, и ты можешь переходить дальше в другую консалтинговую компанию. Это может быть бутик, это может быть немножко другое направление, да, это может быть, опять же, диджитал консалтинг, если в твоей компании его нет, либо тебя туда не берут, да. То есть, по сути, три направления. Это индустрия, консалтинг, индустрия, стартапы и консалтинг. Вот. Соответственно, можем их разобрать, да. Если мы говорим про индустриальные компании, очень многим кажется, что это некая такая стабильность, да. Особенно вот, ну, люди моего поколения, да, которые сейчас уже, в принципе, занимают такие пельские, принципальские, там, ну, я имею в виду, менеджерские, директорские роли, да, нас всегда учили, что ты должен работать в стабильной компании. Вот. Со студенческого времени, да, то есть, обязательно белая зарплата, английский язык, и все шли экономистами, юристами, ну, наверное, ты сам помнишь, да, эти времена. То есть, у нас тогда не было стартапов, и поэтому родители нам про них не рассказывали. Я сам экономист. Бухгалтер. Я сцолок. Дай пять. И, короче, да, и поэтому все вот ребята моего уровня, да, которые уже занимают менеджерские роли, да, им кажется, что вот индустрия – это некая такая вот стабильность, хороший доход, да, у тебя нет командировок, в принципе, ты можешь вставать с рабочего места в 6.30, да, вечера и уходить домой. Но, как бы, как показывает практика, это, а, старость, потому что, ну, как-то, у тебя нет такой конкурентной среды, которая есть в консалтинге, да, и плюс, в принципе, твои задачи, то, чем ты занимаешься, это гораздо менее интересно, чем ты в консалтинге. Да, абсолютно. Ну, то есть, ты можешь, конечно, попасть там в суперсреду, в которой там есть это все, да, но, как показывает практика, это все-таки единичные случаи. Вот, плюс очень большая проблема – это отсутствие people management skills. То есть, по факту, когда ты работаешь в консалтинге, да, у тебя там, я не знаю, на проекте работает команда под тобой 6 человек, да, из них там супер отобранные там 2% из 100, да, как говорят McKinsey, BCG, Bain, ребята, да, то есть все боятся, что их выгонят, да, по системе операут, да, они все-таки прям стараются, молодцы, у всех горят глаза, вот, у них куча драйва, им не нужен никакого микроменеджмента, да, над ними еще консультант, потом еще или associate, да, потом еще какой-нибудь engagement manager, да, и, в принципе, это все работает, да, и ты, как, например, принципал, да, там, ну, проверил что-то, да, окей, вот. Ты ж он на встречу посидел с моим лицом, покивал. Да, то есть ты почти партнер, да, ты же не паришься, вся такая. А потом ты переходишь в индустриальную компанию, где, во-первых, ну, корпоративная культура, да, она такая своеобразная, да, то есть тебе там никто не улыбается, как там, например, в консалтинге, и они говорят там, хорошая дня, вот. То есть все очень tough с точки зрения корпоративной культуры, да, плюс под тобой 50 человек. Тебе 27. 30. Ты не знаешь, что с ними делать. Большая часть из них работает в компании 20 лет, это, видишь, прям кейс такой. У них там четверо детей, они, разумеется, на работе сидят там, я не знаю, в соцсетях и очень лениво вообще как-то реагируют на то, что ты им говоришь, да, при этом они 10 раз курят, кушают, пьют кофе и так далее, да, и по-хорошему их надо всех уволить. Но ты, в принципе, очень добрый человек, и, ну, тебе довольно тяжело психологически. Ты не работал на проектах по сокращению, оптимизации персонала, шаг. Да, но при этом ты же как внешний человек, да, а тут как бы все люди под тобой, все еще очень сильно хотят к тебе вначале подмазаться, да, потому что ты же новый руководитель. Но, в общем, психологически это все очень тяжело, ты не знаешь, с чего начать, их слишком много, на тебя сыпятся задачи, да, и это реально очень тяжело. Плюс, когда ты, конечно, приходишь кем-то очень-очень высокого грейда, да, там типа SEO минус 1, даже SEO минус 2, ну, обычно, если у тебя нету, ну, условно, своей крыши, да, как бы это ужасно не звучало, там, я не знаю, термином из 90-х, да, но если на тебя нету прям суперкрутых рекомендаций, как показывает практика, у тебя должен быть супер-мегафит с человеком над тобой, то есть, например, SEO, да. Если его нет, это очень тяжело. Ну, это, в принципе, про индустрии, про стартапы, это вообще отдельный мир, вот, и туда, конечно, стоит идти более джуниор людям. Почему? Слушай, ну, потому что другое поколение, другие ценности, да, если более синиор, им как бы ок, например, идти в индустрии и быть неким таким винтиком большой машиной, да, пусть даже винтиком, который где-то там наверху этой пирамиды, да, то для более джуниор людей, особенно для миллениалов, им очень важно понимать ценность своей работы. То есть, порой им пофиг на деньги. В то время как другое наше поколение, да, все уже обросли ипотеками, какими-то дорогущими поездками, нянями, частными садиками, школами и так далее, да, и просто, ну, в этой ситуации нужна реально финансовая стабильность, да. А если ты более джуниор, в принципе, у тебя нет, наверное, таких семейных и финансовых обязательств, да, ты можешь себе позволить риск. Но риск ради суперкрутой какой-то вещи, которая несет ценность вообще глобально, миру и все такое, плюс это статусность, то есть при тебя говорят, ты фаундер какого-то крутого стартапа, там, я не знаю, механизма и так далее, да, и это как бы, это очень сильно мотивирует, да, зажигает, и поэтому ты готов там, я не знаю, ночевать на надувном матрасе в шитовом офисе, да, ты готов вообще заниматься всем чем угодно, да, а расскажи это более синер людям, ну, то есть если ты там директор, партнер, да, ну, слушай, это как-то, ну, это прикольно. Особенно расскажи это супругам более синер людей. Да, 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 ну, да, ну, все-таки кто-то в семье должен иметь стабильность. Здравый смысл. Вот. Так, окей, и третий вариант исхода консультантов. Это консалтинг. Обратно в консалтинг. Да. Вот, собственно, мы к нему и вернулись. Да, 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 ну, собственно, это обычно переход с инкризом по грейду и по деньгам, вот, что, в принципе, ну, очень даже неплохо, да. И, ну, обычно, например, четверка, да, прежде всего они хотят переходить в тройку, да, тройка хочет переходить либо в четверку на какие-то, ну, именно такие очень-очень высокие грейды, типа, там, партнер, да, глава, там, всей-всей-всей практики, просто чтобы там увеличить масштаб, да, но все равно такие случаи скорее единицы, да. Либо, например, куда-то в какие-то ботиковые истории совсем, да, где по факту ты уже не просто партнер, да, какой-нибудь фаундер. Ну, сейчас очень много открывается разных маленьких консалтинговых компаний, да, опять же, выпускниками из, там, тоже МакКейзи, вот. Но они нормально существуют, то есть у них просто нет людей, которые с ними должны, там, принимать какие-то решения вместе, да, по факту они, там, одни decision-мейкеры, да, плюс очень часто они, там, в совете директоров параллельно, какой-то компании, вот. Ну, то есть, в принципе, что им гарантирует какую-то финансовую стабильность. Несмотря на все минусы консалтинга, о которых сегодня говорили, трудно найти другую работу, после которой так широк спектр менеджерских позиций. Да, в зарплате потеряешь, и да, переходить непросто, особенно если большое эго. Однако по-прежнему консалтинг – отличный трамплин для будущей карьеры. Спасибо, что смотрели. Не забудьте полайкать, подписаться, как обычно, написать в комментариях, может быть, какие-то вопросы есть, мы обязательно с Настей ответим. И, конечно, заходите на платформу Up&Out, ищите себе новую работу, и, может быть, помогайте другим людям найти работу, и растите над собой. Всем пока! Пока!